Добрый день, коллеги, друзья, все интересующиеся. У нас начинается второй день нашей конференции «Осенний документ и оборот». Вчера у нас был жаркий четверг. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто присоединился. У нас было более тысячи участников зафиксировано. Хотели бы сказать спасибо нашим спикерам. Темы были жаркие, разносторонние. Мы послушали позицию федерального министерства и о региональных внедрениях. Спасибо, конечно, Наталье Санне, Владимиру Эдуардовичу и всем остальным за освещение интересных тем. Как вы поняли, современность, цифровая трансформация ставит для нас достаточно много вызовов. И сегодня, на второй день, мы как раз постараемся разобраться, как же мы можем этому ответить. Сегодня у нас день будет поделен на несколько частей. Прежде всего будет обзор наших продуктов. Мы поделимся нашим опытом в решении различных вопросов. Второе у нас будет часть по импортозамещению. И третье. Будут представлены различные проекты ковидной эры, так называемые. То есть то, что было реализовано в последние годы, особенно с учетом последних полутора лет. Ну а сейчас я предоставляю слово Юрию Викторовичу Назарову, генеральному директору компании EOS. Он нам представит доклад о линейке программных продуктов EOS. Юрий Викторович, вы на связи. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли. Рад всех видеть хотя бы виртуально. Начинаем наш обзор. И вначале я хотел бы сказать буквально два слова, поскольку у нас обширная аудитория и, возможно, не все с нами достаточно хорошо знакомы. Хотел бы сказать два слова о нашей компании. Группа компании EOS присутствует на рынке более 27 лет. Это говорит о многом. Компании с плохой генетикой так долго не живут. У нас большой коллектив, в котором энциклопедические, буквально энциклопедические познания ветеранов гармонично сочетаются с юным задором молодых, компенсирующих недостаток опыта глубоким знанием современной технологии. У нас четыре центра разработки в городах с отличным вузовским образованием. Это Москва, Ковров, Минск и Уфа. И где бы вы не использовали наши продукты, вы можете быть уверены, что вам всегда помогут светлые головы и надежные руки наших замечательных партнеров. Основные продукты компании EOS вам, наверное, хорошо знакомы. Я их сейчас просто перечислю. Это система электронного документа оборота дела. Наш основной продукт, который обеспечил нам имя на рынке и который сейчас занимается. Когда вы находитесь не в офисе, доступ к данным наших приложений обеспечивают мобильные приложения. Это линейка приложений под общим названием EOS Mobile, функционирующих как под операционной системой Windows, так и под операционной системой Android, под операционной системой iOS, наиболее сейчас у нас популярный. Также на рынке у нас представлена отдельная информационная система, которая называется АИС МФЦ Дело. Эта система позволяет полностью автоматизировать многофункциональные центры для обращений граждан и оказания им услуг. Эта система управления контентом предприятия, которая называется EOS SharePoint, которая в себе сочетает огромный спектр возможностей, начиная от документа оборота, кончая порталом. Также, естественно, к ней обеспечивается мобильный доступ с помощью мобильных приложений EOS Mobile. И завершает линейку наших продуктов. Два небольших, но исключительно полезных продукта. Это система криптографического обеспечения Karma и модуль мониторинг, работающий с ней, так сказать, в паре. Модуль мониторинг и управление сертификатами электронной подписи. По поводу системы архивное дело у нас будет отдельное выступление, которое, так сказать, на котором вы услышите все, что касается функциональных возможностей новой версии архивное дело. И, конечно же, выступление по архивному делу рекомендую послушать с особым вниманием, потому что на нем вы увидите элементы нашей новой платформы, которую мы разрабатываем сейчас очень энергичные, на которую планируем переводить все наши системы. Вот система архивное дело, а это, так сказать, система, которая использует нашу новую платформу уже сейчас, а впоследствии новую платформу будут использовать и остальные наши системы. Итак, давайте пройдем по нашим продуктам. Естественно, это будет краткий экскурс, но я постараюсь максимально, так сказать, полно изложить ситуацию. Система дела. Система дела. Те, кто слушал выступление предыдущего дня нашей конференции, наверное, обратил внимание, что электронного документа оборота совершенно немыслимо без широких интеграционных возможностей. Потому что вот в эру цифровой трансформации любая система, она сама по себе ценность имеет, но она имеет, так сказать, на порядок более высокую ценность, если она вплетена, так сказать, в общую паутину информационных потоков государственного управления. Именно поэтому система дела, мы, так сказать, предчувствовали это, и система дела изначально, изначально огромная часть ее функционала посвящена взаимодействию с другими системами. У нас есть мощный интерфейс программиста API, у нас есть модули управления процессами, которые позволяют интеллектуально интегрировать нашу систему с другими системами. У нас есть модуль SF, который позволяет, ну, который изначально планировался как модуль сопряжения нескольких экземпляров дела, но потом выяснилось, что он настолько хорошо продуман, что с помощью него систему дела можно интегрировать с любыми другими системами. Это как бы нижний уровень интеграции, которые имеются у нашей системы. И, естественно, этажом выше лежат модули, которые непосредственно предназначены для, ну, в режиме, так сказать, подключи и пользуйся. Это ССТУ, который в недавнем, так сказать, прошлом получил автоматический экспорт данных, что существенно, так сказать, снижает его эксплуатационные издержки для потребителя. Это система МЭДО, это наша любимая система, поскольку мы, так сказать, и постоянно участвуем в экспертном совете, где наши аналитики, так сказать, участвуют в идеях, так сказать, формулировании идей дальнейшего развития МЭДО. Естественно, что наши сегодняшние версии полностью поддерживают МЭДО 2.7.1, последнюю также поддерживают и предыдущие версии. И, естественно, так сказать, модуль интеграции с МЭДО, он постоянно развивается, и МЭДО не стоит на месте, и вы можете быть уверены, что вы всегда будете получать взаимодействие с МЭДО по самым, так сказать, наилучшим образом и самые, так сказать, последние версии. Также вчера был интересный доклад по поводу платформы обратной связи. Мы тоже имеем, так сказать, с ней модуль интеграции. Также есть модуль интеграции с ЕСОГ, Единой сетью приема обращений граждан. Сейчас в разработке удастся обмен документами через систему диадок. То есть вот даже по перечислению вы видите, что система готова и фактически взаимодействует с огромным количеством систем. И это, безусловно, наряду с развитием ее, так сказать, внутренних ядерных функций, да, это, так сказать, повышает ее и удобство, и ценность, и возможность использования в, так сказать, вот помянутой выше сети потоков информационных госуправлений. Поскольку мы по поводу МЭДО и ПОС и ЕСОГ у нас были отдельные выступления, я на них останавливаться не буду, немножко расскажу о государственных услугах и СМЭФ. Это еще одна шина данных, через которую идет колоссальный поток информации, и система дела позволяет при необходимости обеспечить взаимодействие со СМЭФ совершенно, так сказать, целым спектром возможностей. Вот модули, обеспечивающие взаимодействие государственных услуг, взаимодействующие с СМЭФ, значит, мы позволяем делать, взаимодействовать с обращениями граждан с ЕПГУ по федеральному закону номер 59, значит, взаимодействуем с МФЦ, естественно, поддерживаются самые последние протоколы, то есть работа через СМЭФ-3, есть возможность предоставления, так сказать, сложных услуг через концентраторы ЕПГУ и, естественно, что вот, что характерно для наших продуктов, мы обеспечиваем быстрое подключение новых рабочих мест без существенных дополнительных затрат. В новом году, естественно, вот этот модуль развивался, у нас появилась возможность работы с ФССП, появился визуальный редактор конфигурирования запросов, что существенно снижает затраты, да, так сказать, подключения новых сервисов, подключения новых сведений, появился конструктор автозаполнения полей СМЭФ. Ну и, соответственно, значит, появились гибкие настройки работы с электронной подписью, и поскольку через СМЭФ к системе дела идут весьма и весьма различные потоки данных, у нас появился модуль для настройки прав доступа с тем, чтобы иметь возможность разграничивать доступ разных категорий пользователей к той или иной информации, которая поступает или передается по каналам СМЭФ. Поскольку система представляет собой набор компонентов, вот два слова хотел бы сказать по поводу системы, под системой диспетчер СМЭФ, значит, это фактически отдельная конструкция, которая может использоваться нашими заказчиками самостоятельно. У нее есть интерфейс программиста, и, строго говоря, она может использоваться для взаимодействия со СМЭФ и не наших систем. То есть вы можете у нас, так сказать, приобрести диспетчер СМЭФ как самостоятельную сущность и использовать его в своих разработках. Также интересно то, что он полностью импортозамещен, работает с использованием СУБД постгре, работает, вот то, о чем мы будем говорить сегодня чуть позже, на ОПАКах, да, значит, и железо, и софт отечественных производителей, он работает на системе Эльбрус также. Ну, здесь кратко перечислены пользователи вот этой опции нашей, это органы прокуратуры и ряд областей и городов Российской Федерации. Естественно, что наряду с работами по встраиванию системы дела и по развитию, так сказать, аппарата встраивания системы дела в, так сказать, другие системы, у нас система дела постоянно развивается своей ядерной частью, то есть той частью, которая обращена непосредственно к ее пользователям. В новом 2021 году у нас появился ряд возможностей, которые мы очень надеемся, что будут востребованы, а те пользователи, которые уже перешли на систему 22, они уже ее, эти возможности оценили. Это развитие системы доступа к электронным документам, то есть, казалось бы, куда уже дальше, выяснилось, что дальше можно. Наша система сейчас позволяет очень гибко разграничивать доступ к информации. Ну, приведу простой пример. Вот сейчас в версии 22, направляя документы на визирование, зачастую направляется комплект документов на визирование, вы можете обеспечить возможность, когда ряд сотрудников, выполняющие визирование, согласование документа, они будут лишены доступа к определенным документам, да, к определенным файлам в составе проекта документы. Тем самым мы, так сказать, избавляем людей от потребности, что было зачастую иногда в прошлом, да, значит, создавать два проекта документа, один как бы для узкого круга лица, другой для более широкого круга лица. У нас появились электронные подписи резолюции с визуализацией, значит, наши системные технологии теперь полностью могут работать через веб. Появилась новая версия мобильного доступа. В рамках импортозамещения мы теперь поддерживаем субпостгре, работающий как под Windows, так и под Linux. Естественно, у нас поддержка ESEA, без нее теперь никуда. Появились отчеты в веб аналитические, и появилось огромное количество интерфейсных функциональных улучшений, которые я чуть-чуть проиллюстрирую на следующих слайдах, но все их перечислить, естественно, не смогу. Я уже получил такую неожиданную реакцию от руководителя департамента одного из наших клиентов. Он говорит, что же вы делаете, у вас каждая версия столько возможностей, мы не успеваем осваивать. Придется привыкать. Программа цифровизации неумолима. Нам всем придется привыкать к тому, что новшества будут появляться все чаще и чаще. Серия слайдов, иллюстрирующие возможности. В системе дела появились аналитические диаграммы. На самом деле, они выглядят так, на первый взгляд, довольно сложно. На самом деле, это очень полезная функция. Если вы занимаетесь аналитикой, если вам хочется оценить какие-то данные, и вы выполняете поиск по системе, на самом деле, нашли вы тысячу документов. С помощью диаграмм вы очень быстро и легко, одним щелчком, можете их разложить по разным полочкам. И посмотреть. Это гораздо нагляднее, чем смотреть какие-то отчеты и таблицы. Вы сразу можете понять, что у вас там, условно говоря, количество повторных обращений граждан выросло. Значит, увеличился электронный документопоток. Или неприятная информация, увеличился бумажный документопоток. Вот это все воспринимается буквально, так сказать, за несколько секунд. И это гораздо проще и понятнее, нежели читать многостраничные отчеты аналитические, из которых зачастую делаются неправильные выводы. Потому что человек не в состоянии оперировать большим количеством цифр. Значит, у нас также появился и получил дальнейшее развитие модуль совещания и мероприятия. Он появился не в этом году, он появился ранее, но в этом году он получил дополнительное развитие. Для тех, кто с ним еще не знаком, могу кратко сказать, что этот модуль обеспечивает полный цикл проведения совещания, начиная от формирования повестки, то есть списка вопросов, согласования этой повестки через систему дела. То есть вы получаете проект повестки, который идет по стандартной, так сказать, процедуре согласования документов. Далее проведение совещания. Здесь обеспечивается работа как секретаря, так и участников совещания. То есть есть возможность дистанционно выразить свое мнение по тому или иному вопросу. После завершения совещания формируется протокол, и этот протокол точно так же отправляется в систему дела на подписание. Стандартные совершенно процедуры, так сказать, здесь не надо ничему дополнительно учиться. После чего этот же протокол автоматически превращается в последовательность пунктов документа, которые, так сказать, стандартным образом система обслуживает, направляет исполнителям, обеспечивает контроль исполнения. То есть любое совещание от зарождения идеи этого совещания до исполнения результатов, до исполнения решений, принятых на этом совещании, поддерживается. Мы эту систему будем развивать и в дальнейшем. Я просто вот в данный момент хотел бы обратить на нее ваше внимание. В системе дела появился тоже не в этом году, но получил дополнительное развитие календарь. Это возможность находится в кабинете вашей системы, где вы также очень наглядно можете получить информацию о тех документах, с которыми вам предстоит работать и получить к ним посредственный доступ, иметь какие-то заметки, иметь заметки, с помощью которых вы можете взаимодействовать с другими пользователями системы. То есть достаточно мощное средство, позволяющее организовать персональное рабочее место. И уже несколько слов о системе, так сказать, уже более внутреннем контуре системы дела. Вот на этом экране вы видите появившуюся возможность подписывать резолюцию электронной подписью. Вот в левой нижней части экрана вы видите штампик электронной подписи. То есть резолюция для потребителя сейчас выглядит как фактически документ, который вы получили по МОДО или по иным каналам связи. И, соответственно, у вас уже нет необходимости печатать резолюции. При необходимости резолюцию можно выгрузить вместе с электронной подписью и перенести в какую-то другую систему. То есть полный цикл работы с поручением система сейчас легко и наглядно обеспечивает. Мы всегда уделяли большое внимание взаимодействию пользователей. И в системе 22 получил дальнейшее развитие возможность обсуждения как документа, так и конкретного поручения к документу, проекта документа. В числе новых возможностей интересных хотел бы упомянуть то, что сейчас при обсуждении вы можете использовать то, что в интернете называется приватные темы. То есть вы можете обменяться мнениями с коллегой, и этот обмен останется между вами. То есть вы можете там условно задать вопрос контролеру, получить от него ответ, и кроме вас и контролера эту информацию никто не увидит. Мы стараемся экономить каждое ваше движение. Мы хотим, чтобы система для вас стала невидимой, чтобы вы выполняли свои функции и по возможности не думали о том, как получить ту или иную информацию. В системе сейчас появилась очень полезная функция. Она придумана не нами. Мы проводили исследование пользовательского опыта, об этом многие просили. ...данным корреспондентом за любой период времени. Тем самым вы в ряде случаев, во-первых, избавляетесь от необходимости устанавливать связки, которыми все-таки лучше пользоваться аккуратно и устанавливать их тематически, если документы тематически, логически связаны между собой в гиперсеть. А в том случае, если вам просто нужно, вы смотрите документ от того или иного корреспондента, и у вас возникает естественный вопрос, а ведь на эту тему вроде бы была переписка, или вроде бы мы ему отвечали, или он второй раз пишет про то же самое. Да, мне нужно идти в поиск, искать эти документы, вы одним щелчком получаете информацию. Вот в левой части экрана как раз вся переписка с этим корреспондентом за какой-то период. Про систему дела. Краткий экскурс закончен. Переходим к мобильным приложениям. У нас сейчас вышла новая версия EOS Mobile 4.8. Ее ключевые особенности, ну вот изображение представлено на экране. Значит, мы сейчас отображаем версии проекта документа. Значит, даем доступ к личным папкам. Есть возможность выполнения, ну при наличии естественной связи, выполнять поиск документов с этого дела. Для системы EOS Mobile, функционирующей на платформе iOS, на платформе iOS у нас появились пуш-уведомления, то есть вы о любых, так сказать, изменениях, событиях, документах, поступивших в ваш адрес, вот теперь получаете пуш-уведомления, вам не нужно, так сказать, специально как-то заглядывать в приложение. Вот. И появился также ряд других усовершенствований, представленных на экране. По многочисленным просьбам наших клиентов, по многочисленным просьбам наших клиентов, мы выпустили версию EOS Mobile для смартфонов. И я хочу сказать, что я попользовался этой системой. На удивление, на удивление, казалось бы, что на смартфоне это будет сложно, там читать документы. Нет, прекрасно видно, прекрасно читается. И, конечно же, вот в условиях удаленной работы, командировки и так далее, вы можете теперь не пользоваться, если у вас смартфон, так сказать, имеет достаточно большой экран, вы уже не можете не пользоваться планшетами. Работать со смартфоном – это прекрасная возможность, которая, так сказать, сейчас стала доступна нашим потребителям. В ближайших версиях, ну, конечно же, темная тема. Как же на EOS не иметь темной темы? А также будут другие усовершенствования. Это управление размером текста, это изменение принципов сортировки документа, упрощенный вариант, так сказать, отчета по документу, возможность отправить проект поручения на доработку и отправить на доработку отчета, и многое-многое другое. Эти продукты мы развиваем сейчас, в ковидную эпоху они стали более чем актуальны, и мы надеемся, что наши клиенты по достоинству их оценят. Следующий наш продукт немножко, так сказать, переводит нас в другую плоскость деятельности компании EOS, это AIS-MFC-дело. Все мы были в МФЦ, все мы пользовались их услугами, мы понимаем, что это такое. Вот система AIS-MFC-дело – это полная автоматизация многофункциональных центров. Полная автоматизация. То есть это не какой-то ее компонент, а это именно под ключ, то есть вся система взаимодействия работников МФЦ с внешним миром, работников МФЦ с гражданами, обращающимися в МФЦ. Вот эта система поддерживает полный комплект работы. Значит, это гибкий конструктор услуг, вот ключевые возможности системы. Это гибкий конструктор услуг, поскольку, так сказать, номенклатура услуг постоянно развивается, и количество этих услуг, я думаю, что будет еще очень долго, так сказать, расти. И также есть конструктор печатных форм, то есть не обращаясь к нам, вы можете создать новую услугу, вы можете обеспечить печать тех документов, которые требуются для, так сказать, бумажного сопровождения оказания услуги. Мы интегрируемся с любой электронной очередью и с любой АТС. В системе есть встроенное сканирование, то есть не нужно приобретать каких-то дополнительных продуктов, есть встроенное сканирование документов. Естественно, поддерживается межведомственное взаимодействие, то есть мы поддерживаем по внешним системам все необходимые, так сказать, все необходимые интерфейсы, которые дают возможность, так сказать, оказывать услуги. Вот, естественно, есть ряд функций, которые, так сказать, требуют, ну, непосредственно, так сказать, для работников МФЦ, это, так сказать, курьерский модуль, обеспечивающий экспедирование документов, опять-таки, для тех услуг, которые требуют бумажного сопровождения. Есть модуль удаленного офиса, то есть есть возможность, так сказать, оказать услуги дистанционно после возвращения на территорию МФЦ, выполнить, так сказать, синхронизацию данных. Естественно, мы имеем такую возможность, как расщепление платежей, чтобы работники МФЦ получали свою часть, так сказать, платы за оказание услуг, если это услуга платная. В 2021 году мы, так сказать, развили нашу систему, она появила, получила новые возможности, значит, теперь мы интегрируемся с техникой, обеспечивающей биометрию услуга получения загранпаспорта. Есть возможность взаимодействовать с порталами МФЦ, расширена возможность, и появилась возможность, значит, для пользователей обеспечивать регистрацию, восстановление доступа в один клик. Это модуль, так сказать, взаимодействующий с единой системой аутентификации. И, конечно, куда же без импортозамещения, а из МФЦ дела, так сказать, вот работа операторов на автоматизированных рабочих местах обеспечивается на сегодняшний момент с процессорами Эльбрус и Байкал, операционной системой Альт Линукс и программным обеспечением Мой Офис. Наверное, я забыл сказать, мой офис, конечно же, и поддерживает систему дела. На следующем слайде вы видите потребителей, которые используют АИС МФЦ дела. Вот те из слушателей, кто в этот список не входит и имеет интерес, настоятельно рекомендую посмотреть. Потребители оценивают АИС МФЦ дела как один из лучших, если не лучший продукт на рынке для вот этой категории применения. Корпоративный портал EOS for SharePoint также в этом году получил развитие, в первую очередь, в части возможностей портала. Это фактически вот такое универсальное хранилище нормативной, оперативной, управленческой информации, отраслевых функциональных знаний, корпоративного опыта. Это рабочее место, на котором наши потребители могут активно взаимодействовать между собой, получать необходимую информацию, получать актуальную информацию и новости. Это и календарь, где планируются и отображаются мероприятия, встречи, заседания. Есть специальный блок пользователя с горячими ссылками, отображающие, так сказать, наиболее актуальную текущую информацию. Есть возможность публикации постов на форуме, тем самым есть возможность получить обратную связь как от коллег, так и от руководства и каких-то отдельных служб организации. Таким образом, вот портал EOS FASHIA Point, он служит таким местом и выполнения работ, и местом общения, и местом получения знаний, и местом, на котором сосредоточена, так сказать, самая необходимая информация для потребителей в очень удобном, комфортном для использования способе. Ну вот на следующем слайде перечислены также дополнительные возможности, вот у нас уже, так сказать, появилась возможность комментировать сообщения, посты пользователей, лайкать их, календарь дней рождения, доска почета, ну и ряд других функций, которые, так сказать, без сомнения будут благожелательно восприняты нашими потребителями. И в завершении своего выступления я скажу несколько слов о наших маленьких, но очень важных продуктах. Кстати, вот у нас довольно существенный, так сказать, есть класс потребителей, которые используют только вот эти наши продукты. Ну, видимо, у кого-то есть какие-то там другие предпочтения в системе документа оборота, но вот система кармы, это система шифрования, система обеспечивающая шифрование электронной подпись для любых приложений, да, она пользуется как бы самостоятельным спросом и довольно активно. Значит, те пользователи, которые приобретают наши системы, они, так сказать, систему кармы, так сказать, используют по умолчанию, вот. Но я хотел бы сказать буквально несколько слов, что система кармы, она является не только как бы составной частью наших приложений, но ее надо рассматривать и как самостоятельное, очень полезное приложение. Она работает как в среде Windows, так и в среде отечественных ОС, я имею в виду разнообразные диалекты Линукса. И хотелось бы сказать то, что вот, например, на Линуксе, наверное, это вообще на сегодняшний момент там двух пальцев хватит пересчитать, так сказать, аналогичных продуктов кармы, по-моему, вообще одна из первых появившиеся на отечественных операционных системах. Очень важно то, что у нее есть, так же, как у всех наших систем, мощные средства для разработчика ПО, то есть систему кармы вы можете встроить, так сказать, в 1С-бухгалтерию, подписывать там какие-то документы, вы можете встроить в любую собственную, так сказать, информационную систему, вот. И так же вы можете использовать ее для персонального применения, то есть она просто может, так сказать, использоваться вами из проводника Windows или в Линуксе просто вот для подписания документов или для их шифрования. И работающий с ней в паре модуль мониторинга управления сертификатами, электронной подписи, это также очень полезная функция, которую ряд наших клиентов активно используют. Система позволяет централизованно хранить сертификаты, потому что и внешние сертификаты, то есть сертификаты тех контрагентов, с которыми вы ведете активную переписку, так и внутренние сертификаты пользователей, систем, сайтов ваших. Система позволяет обеспечивать и хранение, и учет, и статистику, и самое главное, конечно, так сказать, ее одна из основных функций, это оповещение о завершении срока действия. Вот. Также система представляет актуальные цепочки и статус сертификата для проверки электронных подписей, то есть если вы хотите, так сказать, не иметь особых проблем с, это же совершенно отдельное хозяйство, да, сертификаты, которыми располагает ваша компания. Вот. Я, наверное, настоятельно рекомендую обратить внимание на этот модуль, он очень удобен, полезен, и у вас будет гораздо меньше проблем с просрочками действий сертификатов или, так сказать, отзывов, проблем, которые, к сожалению, в этом хозяйстве довольно активно возникают. В мое время исчерпано. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Всем спасибо. Юрий Викторович, спасибо большое за интересный доклад. Вопросы есть, но я задам только один короткий вопрос. Интересует вопрос по производительности системы. То есть объемы растут, количество пользователей растет, как компания реагирует, вообще как система ведет себя под нагрузкой. Вчера было на докладах, что уже десятки тысяч пользователей. Вот очень кратенько, если не трудно. Ну, смотрите, здесь как бы ситуация такая, да, значит, с одной стороны, мы вынуждены, и все прекрасно понимают, да, что мы вынуждены увеличивать функциональность системы, с другой стороны, это функциональность, так сказать, кто-то должен выполнять. Я по секрету скажу, что это процессор. Да, процессор сервера, на котором система исполняется. Да, мы постоянно следим за производительностью наших систем. У нас специальная рабочая группа, которая за этим наблюдает и, так сказать, старается отслеживать все возможные проблемы. Вот, ну вот, если вы слышали доклад представителей Генеральной прокуратуры, да, вот, там были озвучены размеры и количество пользователей, с которыми мы на сегодняшний день в состоянии исправляться. Это не значит, что мы будем на этом останавливаться. Значит, мы сейчас решаем вопросы и масштабирования. Сейчас система дела уже, так сказать, может использовать несколько серверов приложений, да, то есть речь, может быть, о горизонтальном масштабировании, о масштабировании базы данных. То есть, я бы сказал так, нашим потребителям, наверное, не стоит об этом беспокоиться, об этом беспокоимся мы, поверьте, беспокоимся об этом постоянно. Так что не тревожьтесь, ваши объемы получат, так сказать, и ваши пользователи получатся с нашей стороны соответствующую поддержку. Резервов, повышение производительности у нас много, мы их видим, мы их будем использовать, не тревожьтесь, все будет хорошо. Большое спасибо. Ну, на этом мы, наверное, вас отпустим. Я, логично, продолжу ваш рассказ и расскажу про EOS-платформу. Собственно, год назад мы анонсировали, но я думаю, что можно включать презентацию. Долго мы тянуть не будем. Юрий Викторович уже сказал, что это у нас одно из основных направлений развития компании. Именно год назад мы анонсировали о том, что запускаем этот проект. Коллеги, отключите презентацию, пожалуйста. И сегодня мы как раз хотели бы подвести небольшие итоги, то есть текущее состояние и какие у нас планы развития. О чем мы поговорим? Это текущее состояние инструментов самой платформы. Это реализация проектов документов на платформе, то есть части SET. И продемонстрируем очень быстро конструктор бизнес-процессов, как одно из наиболее таких интересных тем и достижений. Ну и немного расскажем о планах. В прошлом году мы анонсировали, во-первых, запуск, как бы разработки ядра платформы, планировали за год это сделать. Сразу же заявляли, что мы будем делать платформу так, чтобы она работала на отечественном железе и ПО. Не говорит это о том, что она не будет работать на чем-то другом, но тем не менее это была одна из целей. Планировали реализовать систему архивное дело, ну и сделать первые шаги по разработке SET на платформе. Что в этой части произошло? Ну, в части ядра, в общем-то, все наши цели, которые мы ставили, они достигнуты, даже, наверное, больше сделаны. То есть мы подготовили ядро, которое умеет генерировать, исполнять код. У нас есть открытая API, GraphQL. То есть это такая более современная замена REST, которая сегодня в мире все популярнее становится. У нас появился генератор форм, генератор таблиц, у нас появилась библиотека визуальных компонентов тоже. Очень кратко сегодня покажу, из чего состоит. У нас появился модуль аутентификации, как первый такой платформенный компонент, который сегодня используется во всех продуктах. Появился конструктор бизнес-процессов, подключили модуль полнотекстового поиска. Ну, и реализовали поддержку работы с разными языками. То есть наш первый продукт, например, умеет отображаться абсолютно в разных языках. И работать в разных часовых поясах. Ну, вот с точки зрения технологий я тут сильно останавливаться не буду. Скажу кратко, что все технологии, которые мы используем, они с открытым исходным кодом. То есть какой-то зависимости здесь глобальной нет. И на сегодняшний день это самые современные технологии, которые есть в мире. То есть и над Core 5 мы поддерживаем, который только вышел. И NT Framework, и GraphQL, и движок бизнес-процессов Комунда. И, наверное, самую современную систему поиска Elasticsearch, и RabbitMQ. Ну, и, соответственно, ряд своих платформенных компонентов. С точки зрения поддержки системного ПУ. В общем-то, цель у нас, конечно же, отечественная. Поэтому Alt Linux, Astra Linux, RedOS. Это то, на чем мы проводим тестирование. Ну, и, конечно, поддерживаем зарубежные дистрибутивы Linux. Потому что они также используются и у наших коммерческих клиентов. С точки зрения Windows, мы стартуем от Windows Server 2016 и выше. Более низкие версии этого продукта мы уже не берем. Ну, и с точки зрения SubOD, здесь у нас ничего не изменилось. Наш классический портфель Postgres, который все популярнее. Microsoft, Square Server и Oracle. С точки зрения железа, мы опробировали свои продукты на паках. В основном это были процессоры Elbrus и процессоры Baikal. С точки зрения полнотекстового поиска. Несколько слов по разным модулям. Ну, как я сказал уже, он реализован на базе системы Elasticsearch. Достаточно быстрая масштабируемая система. Обеспечивает, первое, быстрый поиск. Второе, позволяет искать, осуществлять морфологический поиск. Подсвечивает найденные результаты. Позволяет искать по синонимам. Позволяет исправлять грамматические ошибки. Делает разные дополнения. Ну, то есть поддерживает все самые современные функции. Такие же, как вы видите, в любой поисковой системе. Модуль аутентификации. Собственно, мы об нем заявляли в прошлом году. Он не изменился. Введен в промышленную эксплуатацию. Позволяет авторизовываться через логин-пароль. Это в директории, ESEA. Ну и, собственно, можно подключить очень быстро любой OpenID каталог. Библиотека визуальных компонентов. На сегодня в ней более 70 элементов. Она готова к тому, чтобы из нее создавать приложение. Что мы, собственно, и делаем. Ну, зачем мы ее создавали? Говорилось в прошлом году очень кратенько. Мы хотели бы сделать некий единый дизайн наших продуктов. Обеспечить единые правила применения. И в наших системах. И в том, что будет создаваться на платформе. И при этом она обеспечивает достаточно гибкие возможности кастомизации. Также нам ее продолжает разрабатывать дизайнерская студия IPART. За что им спасибо. Результатами мы пока очень довольны. Ну, а вы сегодня увидите использование этой библиотеки в показе архива. Ну, вот, например, да, с точки зрения гибкости вы видите, что когда вы захотите создать систему, либо подредактировать текущую, например, поставить поле с вводом, то вы сможете из библиотеки выбирать абсолютно разные варианты. Это и с подсказками, и с подсказками, которые просят сменить клавиатуру, и с выпадающими списками, с различным отображением справочников, например, в виде фамилии, имя, отчества, должности, либо там с телефоном, с фотографией. То есть инструмент очень гибкий и уже достаточно мощный на сегодняшний день. Ну, так, например, выглядит таблица, вернее, жаблон страницы. То есть это тоже один из наших подходов, когда у нас есть так называемый левый и правый стакан и основная область работы. Ну, и вот вариант отображения таблицы. Она может выглядеть так, а может, например, выглядеть вот так. Поэтому гибкости там заложено очень много. Принципы реализации работы с проектами документов. То есть те наши первые шаги в области РКПД, которые будут в наших сетах. Ну, прежде всего, что нового появится с вводом блока работы с проектами документов? Изменится дизайн. Второе. Появятся новые функции. Ну, и большой блок замены будет работы с бизнес-процессами. С точки зрения дизайна у нас сохраняется деление рабочего пространства на две зоны. Но эти зоны пользователь может отображать либо одновременно, либо какую-то одну из них. То есть в этой части будет все очень гибко. Плюс каждую зону можно будет настроить. Вот вы на примере видите справа и слева узенькие колонки. Именно здесь пользователь сможет выбрать, а что же он хочет видеть. Например, образ документа, какие-то связки. Либо он скажет, что он хочет видеть там связки и основные реквизиты. То есть все это будет очень гибко настраиваемо. Появляются новые методы добавления реквизитов и участников проекта документов. То есть у нас возникают вот такие панели, где по плющику мы можем сразу же вписывать нужные нам реквизиты. Либо вписывать там, выбирать нужных исполнителей. Все это делается очень легко, практически в один клик. Но, естественно, возможность выбора исправочника сохраняется. Появляется возможность краткого и полного отображения информации. Ну, например, вот это краткое отображение информации. Здесь оно идет уже более полное. То есть отмечается вот с этой вот галочкой вниз. Ну, либо это может быть, например, вот так вот. Видите? При этом пользователю в кратком варианте собрана вся основная информация. Если ее недостаточно, тогда уже пользователь выбирает более полный. Ну, это может быть еще вот так вот. Следующее. Появляется панель быстрой сортировки, поиска и фильтрации различных значений. То есть здесь мы видим фильтр, куда выводятся основные параметры для фильтрации. Если необходимо, очень можно быстро перейти в сортировку. Ну, и еще быстрее нажать лупу и поискать ту информацию, которая вам необходима. То есть везде мы идем по концепции, чтобы пользователи могут добраться в один клик до нужной ему функции. Появляется функция пополого изменения реквизитов и участников проектов документов. То есть, например, если нам надо ввести поле комментарий для ряда участников, это тоже одна из новых функций. Мы ее выбираем, нажимаем применить, и она появляется у всех. То же самое относится к большинству функций, которые будут реализованы в проектах документов. У нас появляются новые участники, так называемые соисполнители. То есть, в принципе, появляется возможность направления РКПД на новый компонент на подготовку. То есть, куда включаются соисполнители. То есть, это те люди, которые помогают вам готовить проект документа до его запуска, анализирования и на подписание. Данным соисполнителям можно будет назначить либо временные, либо постоянные определенные права. То есть, например, мы можем сказать, что у нас основной исполнитель Иванов, а соисполнители у него Петров, Сидоров и Мария Ивановна. И вот соисполнители мы можем выдать права только на время подготовки к проекту документов, а потом они его видеть не смогут, либо оставить их надолго. Ну и вот таким образом это будет видно в режиме чтения. Что еще появляется при работе с проектами документов? Это автоматическое визирование через подчиненную визу. То есть, если вы очень сильно доверяете человеку из своего окружения, то вы можете сказать, что его мнению верю, и ваша виза будет равна тому мнению, что выскажет он. Новые возможности работы с файлами в РКПД. Также появляется версионность файлов, возможность посмотреть всю историю изменения файла, создание копии файла, добавленного в РКПД-исполнителем и прикрепление его к визе, сравнение и объединение файлов, ну и различные функции онлайн-редактирования с редактором MyOffice и некоторыми другими. Появляется возможность создания РКПД на основе другой, так называемое, копирования. У нас появляются роли, то есть, возможности выбора роли в качестве соисполнителя визирующего, подписывающего. То есть, вы можете сказать, что здесь у меня будет согласовыватель директор, либо главный бухгалтер, и система сама вычислит нужных должностных лиц. У нас появляется, обновляется блок обсуждения РКПД. К классическому текущему обсуждению у нас добавляются различные темы, возможность подписаться на интересующую тему, сделать ее приватной, либо открыть для всех остальных. Ну и, как я уже показал в дизайне, появляется возможность направления комментариев исполнителям, соисполнителем визирующим, подписывающим. Это как раз та функция, которая была добавлена по рекомендации наших клиентов и партнеров. Появляется новый блок бизнес-процессов. Сегодня очень кратенько его покажу. Основные отличия – это использование нотации BPMN 2.0, появление компонента подготовка и классических визирований, подписание, регистрация, возможность ветвления, объединения, оповещения по процессам, отзывы, проекты, документы. То есть в любом порядке мы можем запускать, последовательно, параллельно комбинировать эти вещи. Появляется графический дизайнер и табличный редактор. То есть сегодня дизайнер процессов мы посмотрим. Редактор будет уже внутри, ну, что-то вроде той таблицы, которая есть сейчас, но глобально более функциональной. Ну и появляются новые различные функциональные возможности, о которых я уже сказал. С точки зрения того, как это будет появляться в системе. Дело, прежде всего, ну и в других позже. Это появится с обновлением. Оно будет происходить бесшовно и безболезненно. То есть с очередной версией у вас появятся эти функции. Ну и с учетом того, что эти функции, они будут реализованы уже на платформе, мы с большей скоростью сможем поставлять и другие новые функциональные возможности, которые будут появляться у вас очень нативно. По планам выпуска. Модуль аутентификации у нас уже в коробке. То есть те, кто использует версию 22, знаете, что уже там есть и платформа EOS, и этот модуль работает ровно через нее. В следующей версии у нас появится блок выбора из справочников на платформе. Он тоже уже будет в новом дизайне с новыми функциональными возможностями. И API GraphQL для использования. Ну и в следующем будет модуль работы с RTPD в SET-дело. Архивное дело. Останавливаться долго не буду. Следующий выступающий будет Анастасия Миницкая. Она расскажет, покажет. Я очень кратко расскажу. Ну, сейчас уже у нас архивное дело в одной из организаций пилотно используется. Эта организация работает по всей Российской Федерации. Очень уважаемая. Значит, с технической точки зрения, как это работает сейчас, то есть то, что уже пробировано. Это работает на операционной системе AltLinux. В качестве СУБД используется Postgres. При этом была отработана миграция с Microsoft SQL сервера в данном случае. Но реализована и тестирована уже и миграция из других СУБД. То есть в рамках обновления было еще и полное импортозамещение. Работает с редактором MyOffice. Там поддерживается мультиязычность. Важная вещь. Мы уходим от интернет-эксплорера не только в системе архивного дела, но и в системе дела и в других наших продуктах. Потому что браузер на сегодняшний день устарел уже и морально, и физически. Он уже не поддерживается Microsoft. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь переходом на современные версии Хрома, Эджа, Яндекс.Браузера. Эти все вещи мы поддерживаем. Ну и официальный релиз архивного дела у нас будет в первом квартале 2022 года. Ну, получить его можно будет очень просто. Либо обновив систему, если она у вас уже приобретена, есть поддержка. Ну, либо обратиться к нам или нашим партнерам, мы с удовольствием вам ее продадим. На этом презентацию я свою закончу. И у меня будет короткая демонстрация конструктора бизнес-процессов. Переключаюсь. Надеюсь, видно мой экран. Из чего будет у нас состоять конструктор бизнес-процессов. Ну, здесь вы видите уже то, о чем я говорил. У нас есть левый стакан, есть правая область, есть центральная. Все это сворачивается при необходимости. То есть мы можем сконцентрироваться на самом процессе. Вот у нас представлен некий типовой процесс. В каждом процессе у нас есть начало. У нас может быть одно или больше окончаний. И есть компоненты. В данном случае у нас это компоненты на визирование и на подписание. Весь он визуальный. То есть мы можем выделять, что-то удалять. Перетаскивать мышью. То есть в принципе он нацелен на то, чтобы люди без особого опыта могли его использовать и конструировать процессы. Ну, прежде всего мы начинаем с самого процесса. Можем указать его название. Можем указать, к какой группе документов он относится. То есть именно после регистрации этой группы документов этот процесс будет доступен для запуска или будет запускаться автоматически. Можем указать время его работы. Если мы хотим, чтобы этот процесс действовал какое-то время определенное. Указать тип запуска. Будет он запускаться вручную, либо по расписанию. Мы оставим вручную. Будет ли он запускаться по каким-то событиям. Далее. Как я сказал, у нас есть начало. У нас есть шлюзы. В данном случае у нас параллельный шлюз, который позволяет очень быстро параллельно направить на два визирования. Здесь мы видим две стрелочки. Первая нам говорит о том, что направление будет последовательным. Но если мы выбираем компонент, то справа появляется информация по нему. То есть мы видим, что здесь направление последовательное. Тип это визирование. Можем указать, что это визирование в юроотделе. Добавить какое-то описание. Указать параметры, будем ли мы требовать применения электронной подписи при визировании. Что мы будем делать по истечению срока визирования. Здесь есть три варианта. Либо не завершать визирование, либо визировать автоматически, либо завершать визирование без установки визы. Поскольку процесс должен куда-то дальше идти. Если выбираем визировать автоматически, то мы обязаны выбрать и тип визы, с которой будет завершен данный компонент. Ну и есть параметры, которые позволят разрешать изменения визирующих. То есть когда исполнитель будет запускать проект документа, то он сможет этих визирующих, назначенных технологом, поменять. Либо не сможет, если мы эту галочку не поставим. И есть параметр, который позволит визирующим редактировать файлы, которые приложены к проекту. Если мы хотим визирующих поменять, то можем кого-то удалить, можем кого-то добавить, указать срок. То есть все это делается абсолютно несложно. Можем указать какой-то комментарий. Для очередного визирующего он, соответственно, у нас появится. Далее, если нам требуется, например, визирование еще у кого-то, мы можем легко добавить компонент на визирование, еще один. Вот он у нас появился. Перетаскивать его мышью. Сделать вот так, например. И здесь уже указать, что у нас будет визирование в ХЧ. Тип направления у нас будет одному из списка. Это также новая фишка системы, когда мы не знаем, куда отправить. То есть у нас есть группа лиц, которая должна завизировать. Но нам все равно, кто это сделает. Мы можем поставить, что кто-то один из этого списка завизирует. Поставить нужные параметры. Например, не требовать электронную подпись. И указать визирующих. Здесь мы можем точно так же провалиться в справочник. Опять же, он уже сделан на платформе. Указать, что у нас будет визировать кто-то из отдела управления делами. Здесь у нас можно всячески поменять товарищей местами. Дать им два календарных дня. Указать какой-то еще комментарий. Добавить их. Ну и соответственно, данный компонент у нас появился. Вот мы видим, что у нас появилось 4 человека. Тип визирования у них одному из списка. Таким образом, вот в такой визуальной среде можно все быстро сделать. У нас есть параллельные шлюзы. Если мы забываем, как они называются, всегда можем посмотреть вот здесь. Не исключительные. То есть параллельные запускают параллельно. Если мы хотим, чтобы шло по какому-то условию, по определенному маршруту, то у нас есть исключительные шлюзы, где есть условия перехода. Ну вот, например, условия перехода на режим подписания. Здесь мы можем добавлять различные реквизиты и условия, например, отправить по реквизитам процесса. Если виза Иванова равна согласен, то только тогда он у нас пойдет на подписание нужному человеку. То есть такие возможности тоже появляются. Кроме этого, мы понимаем, что технологам требуется обучение и не всегда создать процесс будет просто. Поэтому есть ряд функций, которые облегчают проверку созданного процесса. Но прежде всего, это функция верифицировать. Например, сейчас, если я нажму верифицировать, то система проверит мой бизнес-процесс и напишет, чего у меня не хватает. В данном случае у меня не хватает компонента завершения. И два компонента непонятно чем заканчиваются. Но мы посмотрим, что у нас на визирование в АХЧ приходит, но никуда не уходит. Например, если мы добавим стрелочку вот сюда и верифицируем, то ошибок уже будет две. Ну и сейчас мы можем добавить завершение. Соответственно, процесс у нас станет корректным. Какие функции есть еще? Ну, например, мы можем добавить функцию оповещения. То есть, после того, как у нас завизировали, мы можем дополнительно оповестить пользователей, указать, кто у нас получит оповещение о том, что визирование завершено или не завершено. Например, два юриста. Добавить их в получатели. И указать текст оповещения. И указать, как же мы их оповестим в системе, по e-mail, ну и так далее. То есть, такие функции есть. Опять же, после оповещения мы должны вот эту веточку процесса завершить. Иначе система на нас кругается. Подписание мы здесь завершили. Но, на самом деле, это тоже не очень корректно. Потому что после подписания мы можем направить должный проект на регистрацию. Здесь все очень просто. И после этого завершить. А можем сделать еще какое-то условие. Например, сказать, что у нас может быть и отзыв проекта. Вот здесь вот. И условием перехода будет, если у нас виза Кончарова не равна согласен, тогда у нас проект будет отозван. То есть, вот множество таких гибких функций появляется в системе. Есть, если у нас процессы очень большие. Ну, например, сейчас уберем завершение. И скажем, что у нас будет еще, не знаю, 10 визирований, подписания. Могут быть какие-то шлюзы. Из шлюзов будут еще визирования. Будут отзывы какие-то. То есть, процессы разрастаются. Чтобы быстро ориентироваться, то мы можем вот так картой пользоваться и все это делать. Ну, есть различные другие фишки. Например, если у нас компонент очень похож на какой-то другой, мы его можем скопировать, вставить, как-то поменять. Ну и дополнительно. С точки зрения демонстрации я заканчиваю. Надеюсь, что общее представление у вас сложилось. В общем-то, у меня все. Презентацию вы сможете посмотреть. Время свое я также исчерпал. Дальше мы переходим к нашему следующему продукту. Это система «Архивное дело». И Юрий Викторович и я уже ее кратко проанонсировали. Анастасия Миницкая, наш аналитик, один из прародителей данной системы. Соответственно, вам слово. Добрый день, осенний документооборот. Рада приветствовать вас из Минска. И сегодня я вам расскажу не просто про архивное дело. Я вам расскажу о том, как сбылась одна мечта. Должна появиться сейчас моя презентация. Дело в том, что несколько лет назад на одной из презентаций архивного дела версии 5.1 у заказчика, выслушав мою историю о том, как готовить номенклатуру, как контролировать сроки хранения дел и как ловко перекладывать дела из сдаточной описи в годовые разделы сводной, мудрый архивист задумался и сказал, вот вы знаете, все у вас хорошо, шикарная система. Но вот здесь у вас поле называется статья хранения, а мне хочется пункт по перечню. И ушел думать на год. С тех самых пор я мечтала, чтобы каждый пользователь или хотя бы технолог мог изменить название любого поля в системе. И до чего волнительно сегодня презентовать вам архивное дело на платформе, которая будет уметь так делать. Архивное дело всегда характеризовалось гармоничным сочетанием методологии с практикой работы архивных служб. И если среди вас еще остались, кто не слышал слов фонд, фондообразователь и мое любимое индексообразующий классификатор фонда, то сегодня я вам как раз об этом расскажу. Сохранить эту методологическую уникальность, задействовать новые технологии, соблюсти требования к импортозамещению, сделать так, чтобы работа архивистов была комфортной и эффективной, было основными нашими задачами в работе над архивным делом на платформе. И вооружившись лозунгом, что лучшее может быть другом хорошего, мы приступили. Первое, что мы сделали, это добавили в систему новый объект. Кстати, добавление в систему объектов без участия программистов будет одной из возможностей платформных продуктов. Раньше архивное дело предполагало собой автоматизацию маленьких ведомственных архивов одной организации, поэтому информация в архивном деле делилась только по фондам. Мультиархивность позволит же автоматизировать работу с архивным фондом организации, которые имеют несколько архивов, возможно, размещенных распределенно территориально. В современном архивном деле работа таких организаций в единой системе на одном сервере станет возможной. Добавление в систему нового объекта повлекло изменения в подходах к администрированию. Если раньше ведение пользователей и ведение справочников позволяло, скажем так, управлять любыми учетными записями и справочниками в системе, то сейчас мы предоставляем возможность выделить должностное лицо, которое только создает архивы и создает учетные записи. А локальные технологи обеспечивают разграничение прав и настройку в рамках своих архивов. Эта же идея имела свое отражение и в организации работы со справочниками, не только с учетными записями. Так, структуры организаций фондообразователей, схемы архива-хранилищ, системы выдачи дел в пользование в читальных залах будут доступны только тем, скажем так, пользователям, которые имеют доступ к тем или иным архивам. Никакой чужой информации увидеть будет невозможно. Назначение прав и разграничение доступа к информации, что, несомненно, важно в современном мире и в любом, скажем так, архивном учреждении, где могут храниться документы разной важности, организовано иерархически. И в эту структуру добавился уровень архива, а также уровень грифа доступа документа. Если ранее мы, скажем так, ограничивали доступ только делами, то сейчас можно выделить и закрыть какой-то конкретный документ, который, допустим, изменил свой статус. Так как архивное дело — это приложение на платформе, то все возможности поиска, о которых говорилось в предыдущем докладе, архивное дело также поддерживает, и пользователи смогут на это посмотреть после обновления, конечно же. Но добавилась еще новая функция — это поиск по недоступным архивам и фондам, скажем так, с минимальными данными об объектах в этих фондах. Читатель сможет обратиться к архивариусу с запросом и получить полный доступ, если такое возможно. Эта возможность будет регулироваться отдельным правом. Скажем так, привилегия не для всех. А вот привилегией для всех и несомненным плюсом станет новый интерфейс и функциональность платформенного продукта. Сейчас мы с вами перейдем к демонстрации экрана. Не буду долго рассказывать вам истории и зачитывать слайды, а покажу живую систему. Итак. Архивное дело. Авторизуемся. При первом входе в систему пользователь попадает в перечень архивов, которые ему доступны. У меня вот их здесь целых семь. Но вы не пугайтесь, каждый раз выбирать один и тот же архив вам не придется. Система будет запоминать тот архив, с которым вы работаете каждый день, либо тот архив, скажем так, из которого вы ушли. Ключевые разделы системы. Составление номенклатуры дел, управление архивом, поиск общей личной папки. Мы не изменили. Все осталось так, как и было в архивном деле. Ну, здесь уж лучше не придумаешь. Единственным изменением стало разделение справочников и администрирование на два отдельных модуля. И сейчас мы сможем разделить, скажем так, права. Ключевой раздел управления архивом содержит цепочку разделов, обеспечивающих основной жизненный цикл объектов в архиве от сдаточной описи к актам об обыдении. Также здесь у нас размещены разделы, которые помогают ориентироваться, скажем так, инструменты ориентации в нашем архивном деле. Ориентация по смыслу – это систематизация, раздел, который содержит в себе научно-справочный аппарат, ну или по последним веяниям справочно-поисковые средства. Систему классификаторов. Систему классификаторов, где по каждой рубрике можно посмотреть, каким образом, скажем так, классифицированы дела. А также разделы топографии и выдачи дел, которые позволяют нам ориентироваться в физическом пространстве, описывать шкафы, полки, что, где, какие дела у нас лежат, а также следить через выдачу дел, а затем, кому во временное пользование и какие дела мы с вами выдали. Интерфейс архивного дела повторяет платформенный подход трехстаканов, о которых, скажем так, упоминалось в предыдущем докладе. Обратите внимание, слева у нас располагаются группирующие элементы. В нашем случае это фонды, которые доступны нашему пользователю. А внутри фондов моя любимая вещь – это индексообразующий классификатор фонда, о котором я обещала рассказать, или разделы номенклатуры. Выделяя здесь отдельный элемент, в правой части экрана мы будем видеть его содержимое. Интерфейс адаптируемый. Мы, работая с отдельным подразделением, можем скрывать левую часть экрана, добавлять еще одну таблицу и работать одновременно с перечнем заголовков по номенклатуре, которые относятся к нашему отмеченному в скрытом разделе интерфейсу, и также с делами, которые, скажем так, уже заведены в этих номенклатурных заголовках. Я думаю, что те специалисты, которые занимаются формированием дел, сейчас отдельно оценили эту возможность. Вернем все обратно. На этом адаптивность интерфейса архивного дела не заканчивается, как и новинки. Для восприятия информации о состоянии дел в конкретном подразделении предусмотрена система индикаторов. Вы видите, что у какого-то дела срок хранения истекает, где-то срок хранения истек, а вот это дело у нас включено в актовый вытянь. Появилась новая возможность наполнять учетную единицу не только документами, которые были зарегистрированы в системе оперативного делопроизводства, но также наполнять единицу учета файлами, которые регистрации не имели, допустим, если вы используете систему в каком-то нестандартном ключе. У вас есть возможность наполнить двумя способами, скажем так, дела. Информация о учетной единице у нас разнесена по вкладкам, и надо отметить, что добавление таких вкладок на объект тоже будет одной из возможностей приложений на платформе. В зависимости от того, как вам удобно, какие, скажем так, процессы в первую очередь интересуют ваших сотрудников, вы можете организовать эту информацию от себя. Далее. И на этом все тоже еще не заканчивается. Если в процессе работы с организацией вам необходима кастомизация под фирменный стиль организации, вы можете изменить цветовое решение приложения. У нас есть несколько вариантов. Сейчас мы с вами перекрасим наш архивный отдел. Цвет изменился. Таких тем несколько, и в дальнейшем мы будем расширять этот перечень. Важно отметить, что такую настройку можно выполнить в целом на систему, поддерживая фирменный стиль. Но если такого не требуется, каждый отдельный пользователь может делать настройку под себя и работать в той цветовой схеме, которая удобна его глазу и приятно радует, помогает работать более эффективно. Кроме изменения цвета, о том, о чем уже было заявлено, это локализация. Мы можем перевести системную информацию на другой язык, отличный от базового. Ну и вы понимаете, что так как я вещаю сегодня из Минска, переводить систему архивное дело я буду на белорусский язык. Выбираем белорусскую мову. Система обновилась. И обратите внимание, название кнопочек, название пунктов меню перезаписались в соответствии с файлами локализации. При этом информация, которая была наполнена, как, скажем так, итог работы системного технолога, а также как итог работы пользователей, вот у меня здесь размещены дела, она осталась на русском языке, то есть это то, что, собственно, вводит пользователь. Вот у меня структура организации осталась на русском, и здесь информация. Так, вернем наш язык. Кроме возможностей визуальной кастомизации в плане языка и цветового решения, пользователи могут модифицировать для себя перечень объектов, с которыми они работают. Так я могу удалять столбцы, если они мне не нужны, не содержат никакой ценной для меня информации. Могу через настройку таблицы изменить внешний вид и настроить количество строк текста. Может быть, у вас там по одному предложению либо по три слова, и вам будет достаточно одной строки. В таком случае у меня таблица перечиталась и изменила свой внешний вид. Но самое важное, о чем в плане изменения интерфейса я хочу рассказать, это, конечно же, о поле статья хранения, которое запало мне в душу. Вот у меня есть статья хранения, и у нас появилась возможность через настройку таблицы выбрать это поле и переименовать его, как хотел тот мудрый архивист, в пункт под перечню. Если слышна клавиатура, прошу прощения. И у меня в таблице теперь есть столбец в пункт под перечню. Как видите, с продуктами ЭОСа мечты сбываются. Сейчас мы с вами вернемся к презентации, и я расскажу несколько слов о том, какие, скажем так, у нас планы развития касательно функционала архивного дела. Точно так же, как сейчас с архивным делом поставляется перечень документов со сроками хранения, мы планируем поставлять еще и типовую номенклатуру дела, чтобы работа архивариуса в плане подготовки номенклатуры стала максимально быстрой. Кроме того, планируем расширять функционал работы с запросами на выдачу, в том числе прорабатывать вопросы о выдаче электронных документов. Стоят на повестке дня вопросы автоматизации проверки наличия и состояния дел, проверки целостности, также расширение числа протоколируемых операций. В целом, это все, что я хотела рассказать о планах. Отдельно останавливаться не буду. И, конечно же, с каждым релизом у нас будет увеличиваться и расширяться возможности, которые характеризуют архив как платформенное решение. Это и дальнейшее расширение настраиваемости интерфейсов и также гибкость при организации объектных моделей в системе. У меня все. Надеюсь, вам понравилось. Буду ждать ваших вопросов. Спасибо. Анастасия, спасибо большое за интересный доклад, за демонстрацию нашего первого продукта. Поступает вопрос, доступен ли уже данный релиз. Нет, пока он не доступен. Как я говорил в своей презентации, официально мы выпустим архивное дело, обновление его в первом квартале 2022 года. Но вот как оно будет выглядеть, вы уже посмотрели. Коллеги, Анастасия, спасибо. В общем-то, дальше у нас запланировано голосование. Я попрошу организаторов вывести голосование, а у вас всех подключиться к этому и проголосовать. Тема голосования у нас в каких вебинарах вы бы хотели поучаствовать. Данную информацию мы собираем для планирования работ. И всем участникам, кто зарегистрировался на нашу конференцию, будет разослано расписание данных вебинаров. Сейчас у нас небольшой перерыв. Мы ждем вас в 11.40. У нас будет продолжаться конференция. И следующий блок будет касаться импортозамещения. Мы поговорим о паках, отечественном ПО, об их использовании и о том, что нас ждет еще дальше. Большое спасибо, хорошего вам перерыва. Ждем всех буквально через 15 минут.